Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Дачные Записки, привет народ! Меня зовут Игорь и сегодня я хочу рассказать о начале эксперимента по инкубации охлаждённых яиц кур. Чтобы сразу рассказать о сути эксперимента, поясню. Была статья в английской прессе, я её переводил, читал, очень интересная, согласно которой исследования англичан в области температурного градиента, при котором происходит гибель эмбриона, именно в яйце, показали, что они использовали для эксперимента инкубационное яйцо легорна, то есть яичная порода легорн, брали яйцо размером 65 грамм, такие данные, я на меня на память, и охлаждали яйца сначала до температуры 7 градусов, а потом до 4. И, как показал их эксперимент, при температуре 7 градусов гибнут эмбрионы самцов, и при температуре 4 градуса гибнут эмбрионы самок. Ну, в моём понимании, тут большое значение будет иметь в любом случае живучесть непосредственно самих эмбрионов, то есть это закладывается, значит, соответственно, здоровьем материнского стада, а также ещё больше будет зависеть от размера яйца. Чем крупнее яйцо, тем дольше оно промерзает, чем меньше яйцо, тем оно быстрее охлаждается. Давно хотел проверить, насколько верны были исследования к речам, а также проверить методику, согласно которой, значит, в Англии некоторые фабрики, птицефабрики, дабы избежать излишних расходов электроэнергии и так далее, предварительно охлаждают яйца до 6 градусов, после этого инкубируют, на пятый день убирают неоплод и оставляют развиваться, получается, только уже цеплят-девочек. То есть у них экономия на площади инкубаторов, экономия на электричестве, и экономия на том, что им уже нет необходимости определять пол цеплят, и не надо решать вопросы, куда же их, собственно, девать, цеплят. Ну, понятное дело, что там всё это дело не столь проблематично, определили, да, просто-напросто заморозили, продали на корм ближайшая фабрика, фабрика, держащая зверей каких-то, значит. Но, тем не менее, для нас с вами интересно было бы, наверное, вот такой момент проверить. Жудушила жаба, не хотела этим делом заниматься по определенным причинам, не хочется выкидывать просто так вот яйцо инкубационное. Случилось так, что у нас была температура на улице минус 37 градусов, и в этот момент вышел из строя электрообогреватель, который стоит в курятнике. И из-за этого яйцо, которое хранилось у меня в нижнем брудере, лампа там одна не справилась, температура в брудере упала до температуры 4,3 градуса. И вот в этот момент в брудере лежало яйцо Экбаров и Пушкинки. Ну, яйцо Экбаров я, ничтоже смятище, пустил как столовое яйцо просто на продажу, то есть, ну, продал, как обычно, столовое яйцо, а вот Пушкинка решил проэкспериментировать. В общем, закладываю я яйцо Пушкинки, которое хранилось при температуре 4,3 градуса плюс, и то яйцо, которое было собрано после этого, то есть, не подверглось вот этой температуре охлаждения. Посмотрим, какие будут результаты. В общем, эксперимент начинается. Итак, собственно, в сути эксперимента. Вот с левой стороны 14 яиц курочек породы Пушкинская пестрая, которые из-за сложившейся ситуации какое-то время хранились при температуре 4,3 градуса, то есть между 4 и 7 градусами. Соответственно, такое же количество яиц свежеснесенных в теплое время уже, скажем так, хранившихся при стандартной температуре для яйца 12 градусов и влажности 70%. Ну, тут уже сегодняшний улов 3 яичка джерсистского гиганта моей породы и вот от поместных кур десяточек. Доложу для общей массы с тем, чтобы у нас хоть как-то инкубатор был заполнен. Вот, сейчас с яйцом для себя любимого не очень хорошо все разбирает, оно и слава богу. Есть, правда, в большем количестве яйцо ликбара кремового, но сейчас я не хочу их закладывать, потому как с предшествующего опыта птичка более спокойная. Пушкинки хулиганят, когда растут они вместе. Я заложу ликбара в следующую партию, отдельно буду выращивать этих цыплят. Вот, сейчас же основной эксперимент направлен, как я уже говорил, на то, чтобы определить, будет ли развитие в яйцах, хранившихся при температуре 4,3 градуса. Если будет, то в каком количестве и что же, собственно, получится из этих цыплят, курочки или петушки. Вот, по факту, посмотрим, какой будет ли вообще в этих яйцах развитие эмбрионов и какое количество цыплят получится. Ну и сейчас приступаем к закладке яиц. Для этого будет проведена стандартная для меня процедура. Яйца будут, которые слегка испачканы, помыты в марганцовке, высушены. Затем обработаны манкловитом. И заложены в инкубатор. Предварительно 8 часов они у меня лежат при температуре комнаты. И затем уже прогретный инкубатор, разом все закладываются. Первый день, соответственно, у нас температура в инкубаторе будет 38 градусов. Поворот не будет включен. Со второго дня температуру снижаем до 37,8. Включаем поворот каждые два часа. И ждем седьмого дня, когда будет проводиться авоскоп. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...